Республиканский центр патриотического воспитания молодежи активно создается на базе Кубринского укрепления Брестской крепости. Центр полностью народной инициативы, которую поддержал глава государства Александр Лукашенко. Создание своеобразного патриотического ядра нужно прежде всего для молодого поколения, для их сплоченности и единства. Важна и преемственность поколений белорусского народа. Молодые белорусы должны помнить тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Это еще раз отметил глава Брестской области Петр Пархомчик при посещении Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Многие читали и слышали про так называемую перестройку и к чему эта перестройка привела нашу могучую и великую страну. И вот на этом этапе как-то начала разрушаться подготовка воспитания нашей молодежи. Были какие-то другие, скажем, второстепенные государственные вопросы, которыми все занимались. Ну то есть возродить или поднять экономику. Но молодежь в это время питалась, скажем, другими абсолютно средствами информации, которые подразили из-за рубежа. И мы того четко увидели, что мы как-то теряем нашу молодежь. И что ей нужно все-таки заниматься, ей нужно больше уделять внимания. И вот такие проекты начали зарождаться. И очень приятно отметить, что такой проект и такая великая всебелорусская стройка в регионе номер один, то есть в Брестской области, реализуется. И вот я беседовал сегодня с руководителем, насколько молодежь, которая сегодня участвует в этом проекте, с душой и сердцем воспринимает всю эту работу. Вот было жарко, погода более 30 градусов, но молодежь, которая приехала сюда, наши студенты на время своих летних каникул, активно работали перед той задачей, которая была поставлена. Первая очередь строительство патриотического центра включает реконструкцию казармы 125-го стрелкового полка под спальный корпус на 200 человек для проживания учащихся. Будут обустроены учебные помещения. На территории создадут комплекс разнообразных спортивных площадок. Об этом более подробно рассказали и показали главе первого региона во время посещения объекта. Работы сделано много очень. Самая главная тяжелая работа была это начать, потому что очень было все захламлено, очень было много мусора, земли, которую надо было вывезти. Мы этот этап сделали досрочно, буквально за первый квартал, и на сегодняшний день готовность уже объекта около 80%. Осталось выполнить 6 миллионов, конечно, будет экономия, работ. Самое главное это здание, которое выполнено уже на 90%, это 6,7 миллионов, и благоустройство, все горизонтальные покрытия и благоустройство тоже 6,1 миллиона, тоже выполнено порядка на 70%. Поэтому все идет с опережением. Это не 25 февраля 2025 года. Это буквально мы идем на то, чтобы 1 октября была готовность 98%, а к 1 ноября 100% документации сдачи объекта и отчитаться, что этот объект сделан. Посетив стройку и оценив тот объем работ, который уже сделан, глава первого региона Петр Пархомчик отметил, что 7 ноября завершится первая очередь строительных работ. Выделенных финансовых средств не просто хватило, а оказалось в избытке. Это говорит о том, что получилось сэкономить, да еще и без потери качества объекта. Однако расслабляться не стоит. Глава первого региона отметил, что не нужно растягивать работу, наоборот, следует ускориться. Надо ускоряться, не нужно растягивать эту работу, тем более стройка носит всебелорусский характер, и очень многие, я скажу, и предприятия, и коллективы желают, скажем, принимать участие в этой стройке. Поэтому я попросил, чтобы уже вторую очередь мы четко спланировали, четко поставили сроки, посмотрели вопросы финансирования второго этапа, тем более у нас остались определенные средства с первого этапа, сэкономленные, и начали вот в таком же примерно темпе, с таким же желанием завершить второй этап. Ну и в начале уже 25-го года спланировать работу по завершению, то есть третьему этапу. По словам председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика, патриотическое воспитание очень важно для каждого молодого человека, а потому он уверен, что интерес молодежи к посещению центра, желанию пройти подготовку будет достаточно велик. И уже сегодня стоит задуматься об увеличении мест для пребывания большего количества молодежи. Вы уже слышали, что в пределах 250 ребят могут проходить вот это обучение патриотическое, но это капля в море, скажу честно. И поэтому тут нужно будет еще подумать, здесь в какой-то степени увеличить количество и возможностей. Хотя предусматривается и паладочный лагерь примерно на 300-400 человек, но все равно надо расширять вот этот опыт, масштабировать его, возможно, в других регионах Республики Беларусь. Тем более у нас такие, скажем, патриотические места, где наши воины защищали нашу страну, они есть в каждом регионе. Вы знаете, в Могилевской области есть соответствующие памятники, есть соответствующие места. Поэтому нужно найти вот такие точки других регионов, ну и промасштабировать то, что сделается здесь, тот опыт, который здесь мы сейчас накапливаем, для того, чтобы еще разромасштабно в целом не только в Брестском регионе решать этот вопрос, но и выходить на другие регионы. Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.